всем привет вы на канале лазница это канал с прическами так что если вы случайно попали на это видео то не забудьте подписаться на канал сегодня хочу показать вот такую вот прическу для девочек с хвостиками она подойдет на последний звонок на 1 сентября на какой-нибудь утренник то в принципе на каждый день подойдет если у мамы есть время почему бы и нет и сейчас я подробно покажу как я заплетала такие хвосты и так я разделяю волосы пополам вы можете прямым пробором поделите можете зигзагом чтобы были тугие хвостики и без петухов лучше использовать резинку и невидимку я цепляю резинку за один палец оборачиваю ее ею хвост потом забираю невидимкой с пальца резинку и засовываю хвост так хвост будет тугой не будет сползать вниз и у его очень удобно распускать просто вынял невидимку и все хвост развязан не смотрите на петухи моей модели это парик там торчат короткие волосы я их еле подколола поэтому получается так некрасиво под хвостом очень некачественно сделан парик как оказалось отделяю часть волос сверху хвоста ближе к лицу и начинаю плести косу из трех прядей и со стороны хвоста я буду добавлять подхваты данном случае справа вот добавляем подхват небольшие прядки если у вас тоненькие волосы то берите совсем тоненькие прядки чтобы у вас хватило хоть на несколько оборотов с другой стороны слева я подхват не добавляю просто проплетаю и вот так по кругу хвоста я отделяю пряди и плиту по кругу нашу косу немножко по диагонали сейчас будет более подробно видно я сзади до плиту и перейду наперед обратно не забудьте сразу обернуть резиночку не делайте как я не останавливайте плетение если вы впервые это делаете вы можете запутаться плиту косу беру пряди уже под хвостом пока есть возможность если уже сложно то вот так вот просто переношу косу наперед то есть оборачиваю хвост и продолжаю брать пряди по кругу хвоста по внешнему контуру беру пряди и иду по кругу и вот так отделяя прядки я плету пока не закончится волосы сколько получится оборотов столько получится первый хвостик мы заплетаем спокойно со вторым уже нужно будет пристраиваться к первому смотреть чтобы было более-менее симметрично лучше потренироваться заранее если вы впервые будете такое делать если волосы короче то вы можете не делать такое большое расстояние между косами а делать вал эти воланчики чуть короче так 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И вот так я доплетаю последние прядки, доплетаю косу до конца и сейчас покажу, как я буду ее фиксировать. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, я беру и просто эту косу закручиваю, как вы видите. Теперь мне нужны невидимки, желательно небольшие, потому что большие будут торчать. Какие-нибудь маленькие невидимки и вот так вот подкалываю по кругу. Коса не должна выпадать. И вот такой вот первый хвостик готов. Очень мне понравилась эта прическа. Не забываем вначале спрятать резинку и кончик прядки я вот так вот закалываю, как вы видите. Наматываю на невидимку и подкалываю. Так у вас не выпадет прядка и будет держаться до последнего. И начинаем плести косу в зеркальном отражении. Вот видите, я беру прядки по кругу, то есть которая рядом идет. Вот вы визуально отделили себе верхний контур хвоста и вот так вот подряд берете прядочки. Здесь очень хорошо видно, как я их беру, поэтому смотрите внимательно. Я старалась не ускорять такие моменты, чтобы было все понятно. Ну, если у вас остались вопросы, то задавайте их в комментариях, я отвечу. Так я доплетаю до конца и потом закручиваю косу и закалываю ее невидимками внизу. Субтитры сделал DimaTorzok Не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписались. Заходите, у меня очень-очень много причесок на разные темы. Если вас какая-то интересует, вы можете писать в комментариях и я дам вам ссылку на видео. Вот такой вот был у меня для вас урок. Если не сложно, то поставьте лайк, мне будет очень приятно. И буду ждать вас в следующих видео. С вами была Лозница Вика. Всех целую и всем пока. Удачных всем причесок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok